Всем здорова фанатики! Ну чё, я плюнул на всё опять на рыбалке, ну а чё ж руки-то чешутся, новые приманки пришли, как же их, хоть ничего не поймаю, но покидаю, как же их не испытать? Как всегда, с Алика, смотрите, китайцы молодцы, взяли, всё упаковали в пакет, я всё, да, не могу себе ни в чём отказать, считаюсь новыми приманками, пришла вот такая вот кучка посылок для рыбалки. Ага, тут у нас, ребята, пришли блёсны, колебалочки, маленькие, оригинальненькие, разноцветные, фиолетовая, золотая и вот такая вот три, серебряная, ай-яй-яй, у меня уже аналогичные есть на канале, я брал уже такие, примерно такие, нужно посмотреть их обзор. Ну чё, крючки острые, как мы уже выяснили, блин, прям слушайте, я редко вижу такие крючки у китайских приманок, смотрите, сразу впиваются в ноготь. Ну и я вам скажу, очень хорошее у них покрытие, единственное что, единственное, ну, если вот здесь сразу видно, что вот отверстия, да, сделаны хорошо, то вот в этом, например, в серебряном отверстии придётся ковырять. Ну а в целом, в целом гуд, как мне кажется, очень даже. И от этого же продавца пришёл ещё один вот такой набор, тут целых раз-два-три, разного веса я просто брал, три варианта различных блёсен. Вот такие вот мини-колебалочки, кстати, с указанным весом, это полтора грамма, это всё на ультралайт, 2,59 грамма, 2,59 грамма. И вот такие вот тоже колебалки, с одинарными крючками, это с тройниками, как видите. Они отличаются немножко и по размеру, и по весу. Ну это я брал под окуня, конечно, там под разную маленькую щучку, но вообще я видел, как на колебалке на ультралайт ловят плотву и мирную рыбу. Собственно, это я и попытаюсь как-нибудь в одной из следующих рыбалок попробовать словить и вам продемонстрировать. Одна и та же какая-то китайская контора, посмотрите, просто вообще идеальные крючки. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опа! Следующая у нас посылка. Посылка. Ничего не раскидываем, все сразу убираем. Мы же правильные рыбаки. Мы же не мусорим. Вот такие вот пришли приманки. Ну кто-то это называет спиннербейтом, это правильно все-таки будет спиннербейт. Кто-то это называет тейлспиннером. Но тейлспиннер это вот такой вот маленький воблерок блесна, вот такой, у которого ложечка вот здесь вот сзади, а крючочек снизу. А это все-таки спиннербейт. Вот такой малепусенький он, очень аккуратно, очень маленький. Знаете, как китайцы иногда что-то сфотографируют на пальце. А ты потом, а ты потом заказываешь это, это приходит вот такого размера в фотошопе. Нет, здесь вот такая вот действительно очень маленькая, очень, очень такая. Слушайте, хорошо и качественно сделанная приманка. Мне нравится, как все покрашено. Не знаю, как долго это будет. Вот такой вот окуневый тигровый раскрас, да. Что мне понравилось, здесь на лепестке подшипник сделан. Вроде бы как. Да, вот такой вот подшипничек. Но лепесток должен, на вертлюге вернее он сделал. Вертлюк, а может и без подшипника. Но очень хорошо должен заводиться. Мне сегодняшняя распаковка нравится тем, что я прям, прям сейчас, не отходя от воды, все это начну тестировать и может быть даже что-нибудь поймаю. Если поймаю, покажу вам в следующем видео. Следующий пакет с приманками. Здесь тоже плесно-колебалки. Продавец пишет, что они форелевые. Может быть, я форель в глаза не видел, пока не ловил и в наших широтах. Она водится только на платниках. Но я думаю, платва тоже должна, яси, прочая минная рыба, должна все это дело ушоку не тем более заценить. Посмотрите, вот такие вот тоже маленькие ультралайтовые колебалки. Они идут набором. Вес я, к сожалению, не помню. Да и сейчас запариваться не буду, просто пройдете по ссылке. Ссылки все будут в описании, посмотрите. Вес, размер. Здесь вот такой толстый слой краски. Здесь вот начинает краска, мне кажется, отвариваться. А может, и мне кажется. Очень тонкий, зацените, крючки. Ну, да. Цеплючий, острый. Мне прям нравится слушать. Субтитры сделал DimaTorzok Пока. 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 а тут предположительно я догадываюсь что по моему вертушка до вертушка типа под мэпс сделано хотя скорее всего конечно ни разу не мэпс 2 номер почему-то я ее и в итоге заказал даже одну так наверно взял на пробу посмотреть как будет крючок толстый прям довольно такой внушительный острие у него тоже толстый не очень цыплющий вот в этой пришли о о вот такие вот еще мини кали палочки заценить вот так они разного цвета и вот эти с глазками с точкой атаки скажем так да вот эти просто ложечки такие колебалка с глазами с блестками хорошо покрашена прям вот мне нравится у меня такое ощущение что будет долго все это держаться смотрите с острыми крючками сразу коряпать начинают все держится впиваются и колебалка 2 ну и в этой же посылке господа фанатики пришли в фига у него удивленные посмотрите глаза такие это я даже не знаю это не рыба это червь не червь пришли вот такие вот забавные вобблеры попперы надо посмотреть как они сейчас будут плавать взял два не ну посмотрите такие прям глаза он миру удивляется происходящему вокруг такой вот зеленый как это вот пластмассовая петли хорошо склеит какая-то пластмассовая такая вот штуковина плавающая с крючком ну зеленый и красный продавец писал что это вроде как форелевая тема посмотрим еще раз не устаю повторять посмотрите крючки просто радуют сегодняшних приманках посмотрим может быть и наш окунь ясь будет на все это дело отзываться ну ну так ребятушки но в предпоследнем у нас посылка на арене на маниже все те же здесь я вот не сказал что джиг головки и мормышками я их не назовуешь но нечто такое среднее вот такие вот мормышки я взял разных цветов и разного веса еще и разной конфигурации вот здесь капельки здесь вот такие вот кругляшки ну и как видите это нечто среднее такое между джиг головками мормышками народ в отзывах пишет очень клевая вещь именно для именно для мормышек я их тоже набрал разного веса разных размеров единственный минус пожалуй всего этого я вам что вес не указан ни на упаковке с этими капельками не понимаю как китаец разбирается как он отсылает не на самих этих головках мормышках поэтому весами вооружаемся весы я вам показывал в одной из предыдущих распаковок взвешиваем смотрим а по размерам ребята я вам скажу они конечно крупноватые если их сравнивать с вольфрамовыми мормышками если их сравнивать с джиг головками то мне кажется они более привлекательные будут потому что они плоские они не круглые ну вот можете посмотреть я положил вот 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 новая это 05 а вот вольфрамовая 05 да то есть тут разница что называется на лицо так ну и ребятушки у нас последняя посылка я люблю всякие системы хранения всякие коробочки хорошие потом это барахло где-то надо хранить я себе по этому поводу слушайте вообще шикарная вещь она вот такая двойная из пластичного пластика не хрупкого то есть можно на нее там и нечаянно сесть наступить которая состоит из трех отделов в общем вот так один отдел у нас отчелкивается есть крышечки они даже должны вытаскиваться да они вытаскиваются их можно вставить потом вот здесь вот вот такой вот отдел вот так она полностью разобранная смотрится большое сюда можно что-то насыпать не знаю правда чего в лесенок положить и вот три отделчика еще вот такая коробочка для приманок единственный конечно минус большой плюс почему она мне нравится смотрите она полностью прозрачная ты видишь в отличие от моей той ты видишь где какие у тебя приманки лежат минус единственное что это вот эти вот крышечки ровно кстати сделаны все защелкиваются все хорошо держатся но рано или поздно мне кажется они вот здесь вот поломаются вот эта штука тут видите тоже на петлях на пластиках на кусочках держится но черт стоит копейки мне кажется можно порадовать себя поработать потом выкинуть новую заказать все ребята на этом все я погнал собирать или еще своего утра лайтов и пытаться что-нибудь поймать встретимся на рыбалке пока пока